Верните наши деньги. Рабочие космодрома Восточный вновь объявили забастовку. Опасный ремонт. Жильцы Благовещенской пятиэтажки боятся, что их дом может рухнуть из-за незаконной перепланировки. Все на Дальний Восток. Количество коллективных заявок на бесплатный гектар за последний месяц увеличилось на 30%. И 80 лет на страже. В свой профессиональный юбилей отмечают сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в системе МВД. Строители космодрома Восточный объявили забастовку. Около сотни работников компании «Дальспецстрой» не получают зарплату с декабря прошлого года. При этом, как утверждают люди, руководство предприятия встречаться с ними не хочет. Избегают любые попытки переговоров. Об этом забастовщики рассказали нашему корреспонденту по телефону. Бустуем. С сегодняшнего дня начали забастовку. Время. Так как нам никаких выплат не происходит. И на наш объект даже никто не собирается ехать разбираться. Никаких ответов на наши вопросы никто конкретных не дает. Декабрь, январь, февраль. Третий месяц подряд эти люди, которые трудятся на объектах космодрома Восточный, не получают зарплату. Вместо обещанных 50-70 тысяч рублей на человека им выдают по минимуму от 12 до 15 тысяч. Кстати, большинство приезжие из разных городов России. Новосибирска, Владивосток, Каулан-Удэ, Хабаровска, Читы. Вот люди не получают по три месяца. Вот есть кто из апреля. Зато у начальства есть деньги кататься в Таиланд. О том, что работу они прекращают и объявляют забастовку, специалисты уведомили начальство, направив письмо. Однако никакой реакции пока не последовало. Кстати, некоторые компании, работающие на строительстве Восточного, находятся на особом контроле регионального правительства. Два раза в месяц амурские власти проводят совещания по выплате задолженности по зарплате и на них приглашают руководителей для ответа. Коллективных заявок на дальневосточный гектар за последний месяц стало больше. С начала февраля их объем увеличился на 30%. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Он пояснил, что по закону, если подано более 20 заявок для компактного получения земли, то регион обязан обеспечить инфраструктурой такие участки. Министр отметил, что в соответствии с картой расположения коллективных участков будут корректироваться и планы развития инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной. Уже прорабатывается вопрос о создании новых населенных пунктов в местах компактного расположения заявок. В опросе, который провели среди получателя гектара, больше половины респондентов высказались за то, чтобы появились новые города и районы. Напомню, с 1 февраля взять участок земли на Дальнем Востоке может любой житель страны. Уже подано более 73 тысяч заявок. Наиболее востребованы дальневосточные гектары в Приморье. В Амурской области закрыли ледовую переправу свободной в Веденово на реке Зея в Свободненском районе. Это уже вторая ледовая дорога, которая перестала работать в Приморье с начала весны. Действующими остаются 8 ледовых переправ в Зейском, Мазановском, Селемджинском, Тындинском и Шамановском районах. Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает, перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности. А если автомобиль оказался в воде, необходимо покинуть машину через боковые окна. Автомобиль КАМАЗ с краном-манипулятором повредил теплотрассу в селе Садовое, которая расположена в районе Благовещенска. Грузовой автомобиль задел трубопровод. Из-за аварии без отопления на несколько часов остался местный дом культуры. В течение дня коммунальщики устраняли последствия ЧП и ближе к вечеру восстановили теплоснабжение. Камни и ветки бросали на рельсы в Сковородинском районе три школьника. Действия ребят чуть не привели к аварии на железной дороге. Преграду на железнодорожных путях юные хулиганы выложили на станции Михаила Чесноковская. Машинист проходящего поезда вовремя заметил препятствие на рельсах и экстренно остановил поезд. Полицейские установили личности детей. Это ученики третьего, четвертого и пятого классов. С нерадивыми школьниками провели беседу, а на родителей составили протоколы за халатное исполнение родительских обязанностей. Жители многоэтажного дома по улице Ленина 25 в Благовещенске беспокоят ремонт, который на первом и цокольном этажах здания ведут предприниматели. Горожане уверены, что владельцы магазина при перепланировке снесли несущие конструкции и пятиэтажка может попросту рухнуть. В проблеме разбирался наш корреспондент. Грохот в подвале, горы мусора, несколько недель в доме ремонт. Забили тревогу жители многоэтажки, когда увидели, как вместе со строительным мусором из дома выносят большие фрагменты кирпичной кладки. Боятся в один прекрасный момент многоэтажка сложится, как карточный домик. Рухнем, конечно, рухнем. Это, во-первых, рухнем, а во-вторых, с трещиной. Они со временем пойдут трещиной. Кто отвечает? Бомбили нижний этаж. Выносили землю с подвала. Ремонтные работы проводят бизнесмены. На первом этаже месяц назад открылся новый супермаркет. Местные жители довольны. Жильцы многоэтажки напротив. Жалуются. Например, жить мешает шумящая вентиляция. Вот эти вентиляторы стоят мощные. Вот они стоят под окнами. Вот они окна. Голы идут. Идет тоже невозможно. Я не знаю, как вообще что-то. Несколько лет, рассказывают жильцы, помещение пустовало. Ремонт начался в сентябре прошлого года. Но только косметический, как говорят предприниматели. Все это задокументировано. До нашего момента прихода сюда, в это помещение, оно остро нуждалось в ремонте. Мы проводим всего лишь на всего косметический плановый ремонт. Никакие несущие стены или стены, которые бы переносу, угрожало бы обрушение зданий, как они жильцы переживают. Могу вам заверить сто процентов, что такого нет. Но прежде чем начать работы, проект и соответствующие документы не предоставили. По обращению жильцов делом занялась управляющая компания. Специалисты управляйки обратились в контролирующие органы. Эксперты провели ряд проверок. И в результате проверки не было выявлено никаких нарушений в проектной документации и в проведении ремонтных работ внутри помещения самого. Но при этом был выявлен факт того, что вытяжной короб вентиляции, он построен с использованием наружных стен многоквартирного дома. Разрешения собственники помещения на возведение этого короба не предоставлялись. Пока ремонт в подвале дома жильцам не угрожает. Сейчас руководству супермаркета выдали предписание демонтировать самовольно установленную вентиляцию. Предприниматели же планируют решить этот вопрос на общем собрании с жильцами дома. В чью пользу решится спор неизвестно. Денис Вериденко, Андрей Цветков, Первообластной. Более полутора миллионов рублей взыскали застройщиков Благовещенска в прошлом году за нарушение правил благоустройства города. В мэрии подвели итоги работы Управления архитектурой и градостроительства в 2016. Так, в рамках муниципальных программ были построены и введены в эксплуатацию детские сады, один из которых рассчитан на 340 мест, водопроводные сети и дороги в районе пятой стройки. Запущена вторая очередь Благовещенская ТЭЦ и другие крупные объекты. При этом оказалось, что более 100 объектов строятся без разрешения. В их число вошли и многоквартирные жилые дома, и административные здания, а также склады, АЗС и авторемонтные мастерские. К административной ответственности привлекли около 130 человек и 8 компаний. В прошлом году решением Благовещенской думы были утверждены нормы градостроительного проектирования. Специалисты Управления провели проверку строительных площадок. Следили за тем, чтобы застройщики соблюдали правила благоустройства городской территории. В итоге выдали почти 190 предписаний. Большинство из них уже устранены. Некоторые застройщики привлечены к административной ответственности. В районе села Верхняя Благовещенская построили погранпереход для силы Сибири. Временный пункт пропуска через границу с Китаем предназначен для того, чтобы через него проходила техника и строители из Поднебесной, которые будут возводить сооружения подводных конструкций газопровода. Временный пункт пропуска состоит из причала, административного здания и питомника для служебных собак, а также автомобильного въездного комплекса. Там же подготовлена площадка для временного городка китайских строителей, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу генподрядчика. Подводные переходы через Амур будет строить китайская сторона. По плану строительство должно завершиться к концу следующего года. Пропускной пункт сразу же демонтируют. Всего же «Газпром» уже построил около 500 километров силы Сибири. В этом году предусмотрена закладка еще более 600 километров трубы. 12 месяцев в статусе резидента. 15 марта исполнился ровно год, как компания «Белхлеб» стала полноправным обладателем налоговых преференций, которые предоставляются территориям обережающего развития. За это время предприятие освоило 13 миллионов рублей собственных средств, которые были израсходованы на капитальный ремонт нового хлебобулочного цеха размером в 360 квадратных метров. Подключены и установлены инженерные коммуникации. Закуплено современное хлебопекарное оборудование, в том числе «Мукосейка», которая недавно доставлена на территорию «Белхлеба». Сейчас ведутся работы по ее установке. В прошлом году компания выпустила более 620 тонн продукции. А экономия от полученных преференций по налогу составила 24%. В октябре прошлого года резидент открыл первую собственную торговую точку. Весь ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий предприятия обозначается специальной маркировкой. «Белхлеб» выпускает несколько видов хлеба, батоны, пряники, различные виды печенья, сухари, сушки. Изделия продаются не только в Преамуре, но и в других регионах. Бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны предлагают РШД и Аэрофлот. Акция будет действовать с 1 по 15 мая. Причем в этот срок будет предоставлен бесплатный перелет в экономическом классе по России. А героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы будут перевозить в бизнес-классе. Каждый участник акции может также оформить бесплатный билет для сопровождающего. Причем лететь ветераны могут и в страны Балтии и СНГ. Также бесплатный проезд для ветеранов и участников Великой Отечественной будет предоставлен в вагонах купе скорых фирменных пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, а также в вагонах высокоскоростных поездов Сапсан. Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов Сапсан. Оформить такой билет можно в кассах дальнего следования. Сборы за оформление проездных документов взимать не будут. Также с участников и инвалидов войны, а также их сопровождающих не будут брать плату за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание. Оформить билеты на поезд можно с 15 марта, авиабилеты начнут оформлять 25 апреля. 80 лет на страже экономической безопасности страны. Именно столько лет исполняется со дня образования подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции в системе МВД. Сотрудники отмечают день рождения службы. На протяжении многих лет полицейские занимаются раскрытием дел, большинство из которых сложные относятся к тяжким преступлениям. Ярким примером деятельности полиции в сфере декриминализации экономики региона стали уголовные дела по фактам растрат на космодроме Восточный. В 2016-м из незаконного оборота была изъята крупная партия самородного золота. Повышенное внимание уделяется службой и проблеме незаконного оборота алкоголя. Только в прошлом году изъяли около 23 тысяч декалитров горячительного с поддельными акцизными и специальными федеральными марками. Еще одним приоритетным направлением деятельности является лесопромышленный комплекс и в частности нелегальная добыча древесины. В целом в 2016-м году полицейскими выявлено более 390 преступлений экономической направленности, в том числе 122 совершены в особо крупном размере. Тем временем амурские полицейские предлагают жителям области оценить их деятельность. На сайте ведомства разместили специальный опрос. У ВД России по Амурской области впервые проводит такой интернет-опрос среди жителей региона. Пользователям предлагают ответить на 6 вопросов. К каждому из них есть варианты ответа. Да, нет, затрудняюсь в ответе. Основные вопросы. Чувствуете ли вы себя защищенными от преступных посягательств? Доверяете ли вы стражам правопорядка? Опрос продлится до конца апреля. Затем все полученные данные обработают, а результаты анкетирования опубликуют на сайте ведомства. В Тенге состоялся образовательный молодежный форум «Твой выбор». Он собрал около 200 школьников из всех образовательных организаций города и района. Участников форума приветствовали первые лица города. После торжественного открытия ребята приняли участие в работе 10 площадок «Юные спасатели», «Защитники природы», «Танцуем вместе», «Творческая мастерская», «Волонтеры Победы» и другие. Школьники смогли показать свои способности в разных направлениях, а некоторые даже выбрали будущую профессию. Ребята отметили, что форум стал для них ярким и эмоциональным событием, которое кому-то позволило найти новые знакомства, а кому-то цель в жизни. Выходили бабки замуж. С этого спектакля в Благовещенске стартовал 10-й юбилейный фестиваль-конкурс «Театральная среда». Его поставил экспериментальный театр «Крылья». Все актеры, которые играют в спектакле – люди с ограниченными возможностями. Ростислав Азизов сейчас поделится впечатлениями от просмотра. Четыре соседки по комнате, четыре абсолютно разных судьбы. Это комедия про одинокую старость, веселая и грустная одновременно. Спектакль рассказывает о том, что в любом возрасте любовь прекрасна – в 20, в 50 и даже в 90 лет. Пиши. Низкому кланяются вам вдовы. Господние небесушки. Скромный интерьер, железные кровати и четыре абсолютно одиноких и далеко уже немолодых женщины, которые не по своей воле оказались в доме престарелых. Здесь они коротают время за рассказами о своем прошлом. Но однажды появляется мужчина. Он готов взять замуж сразу всех четверых. Показ спектакля прошел в рамках 10-го юбилейного фестиваля конкурса «Театральная среда». В экспериментальном театре «Крылья» все актеры – это люди с ограничениями по здоровью. Но выходя на сцену, они уже не в первый раз доказывают зрителю, что в жизни нет ничего невозможного. Преодолеть свои трудности, те ограничения, которые есть у этих людей, и, скажем, систематически заниматься, приходить на репетиции, а потом в течение полутора часов на спектакле удерживать внимание зрителей – это большой труд. Вообще «Выходили бабки замуж» – это серьезное произведение о человеческом одиночестве, которое становится все более невыносимым в старости. Жительницы колхозного интерната вспоминают молодость, стараясь вырваться из плена иждивенства, и хотят лишь одного – выйти замуж. А вталер мне Авара послала тотально. Ой, всю-то ноченьку направлен. Тыбур-тыбур, 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 тыбур-тыбур. Посмотреть постановку пришли сотни людей – молодежь, пенсионеры и даже дети. Для стороннего наблюдателя было непривычно видеть на сцене актеров в колясках. Но потом зритель включился в сюжет, который повествует о любви и надежде, а также о вере в лучшее. Ростислав Азизов, Роман Юдаков, Первый областной. И это все. Спасибо за внимание. Читайте новости Первого областного канала на сайтах amurlenta.ru, amurubal.tv и заходите на нашу страницу в Facebook и Одноклассники. Всего доброго и до свидания. Увидимся на Первом областном канале. Субтитры подогнал «Симон»!